МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа «Неделя города». Смотрите в выпуске. Развивая олимпийцев, Рязанскую область и Федерация Дзюдо России подписали соглашение о сотрудничестве. В кооперации с битумным заводом 49-я школа встретила учебный год значительно обновленный. Вива-парикмахер. Свой профессиональный праздник коаферы Рязани встретили по-особому. В Рязанской области у дзюдо есть серьезный задел для дальнейшего развития. Это базовый вид спорта для региона, заявил губернатор Павел Малков на встрече с председателем Федерации Дзюдо России Сергеем Соловейчиком. Было подписано соглашение о сотрудничестве. Что оно подразумевает, расскажем далее. Дзюдо для Рязани – базовый вид спорта. С этого начал встреча с руководителем Федерации Дзюдо России Сергеем Соловейчиком Павел Малков. Рязанская земля воспитала целую плеяду спортсменов и тренеров. Только в прошлом году количество наград в соревнованиях всех уровней перевалило за 160. Наверное, еще и потому, что эту борьбу в области уже развивают как массовый вид спорта. У нас успешно показал проект в селе Истья – «Мой первый поезд дзюдо». И мы дальше этот проект готовы тиражировать и по другим учебным заведениям, по другим школам нашей области. Уже только там, в Исте, вот у нас сейчас до 100 детей позволит этот проект увеличить количество занимающихся дзюдо. Или вот в 76-й школе в Рязани мы запускаем программы «Дзюдо школы» и «Школьная лига дзюдо». Тоже очень хорошо себя показывают. В Академии единоборств у нас популярный проект есть «Семья чемпионов», где совместно тренируются родители и дети. Рязанская область для Федерации Дзюдо России – настоящая кузница кадров, говорил президент Федерации Дзюдо России Сергей Соловейчик. У региона богатая история, но есть звездочки и сегодня. Марина Воробьева уже попала в сборную, и таких спортсменов должно стать больше. Все возможности есть. Мы сегодня обсуждали вопрос открытия, создания Академии Дзюдо, здесь которая будет базовым для развития дзюдо, для развития дзюдо не только в области, но и в ЦФО. Мы также обсуждали сегодня хорошие наши интересные программы, о которых вы сегодня упомянули. Это программа развития массового дзюдо, очень важное направление сегодня деятельности Федерации Дзюдо России, не только большой олимпийский спорт, но и вот эти программы, они важны для того, чтобы, прежде всего, конечно, воспитывать достойно граждан нашей страны, сильных не только телом, но и духом. Со стороны правительства Рязанской области соглашение подписывает губернатор Рязанской области Павел Дикторович Молков. Со стороны Федерации Дзюдо России Сергей Егоревич Соловейчик. Со стороны Рязанской областной федерации Дзюдо Валерий Игнатович Чернышов. Соглашение о сотрудничестве базового документа. Спортивный комплекс «Комета» сегодня центр развития дзюдо в Рязани. После осмотра помещения принято решение в ближайшее время возвести двухэтажную пристройку, чтобы в спорткомплексе смогли заниматься еще 500 школьников. Павел Молков дал поручение срочно выделить средства на проектно-сметную документацию. Сегодня наше взаимодействие особенно важно. Международная обстановка, санкции – все это очень сильно влияет на внешние торговые операции. Нарушаются логистические цепочки, нарушаются производственные цепочки. Но экономика страны преодолевает все эти сложности абсолютно достойно. Об этом губернатор Рязанской области Павел Молков заявил на шестом деловом форуме «Дни международного бизнеса». Регион наращивает экспорт и в промышленности, и в сельском хозяйстве. При этом больше 90% не сырьевые и не энергетические товары. Такой статистикой поделился губернатор Рязанской области Павел Молков. Он добавил, что вся продукция идет в более чем 100 стран мира. Мы сейчас работаем по всем возможным направлениям. Это, кстати, особенность экономики Рязанской области. У нас нет какой-то ярко выраженной специализации. Очень развито производство буквально во всех отраслях и сферах. Поэтому мы наращиваем экспорты в промышленности, в сельском хозяйстве. Конечно, есть направления, в которых мы являемся лизерами. Например, это кожевые изделия, это некоторые электротехнические изделия, ну и целый ряд других. Шестой деловой форум «Дни международного бизнеса» стартовал в Рязани 13 сентября. Как отметил Павел Молков, это самое важное экономическое событие региона. Здесь выстраиваются новые международные логистические маршруты, совершенствуются механизмы комплексной поддержки бизнеса при выходе на зарубежные рынки. Всегда для бизнеса перестройка определенные затраты, определенные вложения. Но, с другой стороны, это всегда и новые возможности. И здесь, безусловно, выходя на новый для себя рынок, даже имея тот или иной экспортный опыт, важно грамотно и вовремя воспользоваться теми мерами поддержки, которые существуют. Их сейчас, на самом деле, большое количество, и учитывая региональные, федеральные, это далеко за сотню. И Рязани есть чем похвастать. Город вошел в число 11 пилотных регионов, который внедрил экспортный стандарт 1.0. Сейчас он совершенствуется до 2.0, при том опережающими темпами. Как итог, количество экспортеров выросло вдвое. Более тысячи рязанских предприятий вышло на сотрудничество с Рязанским центром экспорта. К тому же, Рязанская область в числе 4 регионов реализует механизм форсированного выхода на зарубежные рынки. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На ледовой арене «Айсберг» устанавливают шумозащитные экраны. Речь о шумоизоляции ледовой арены зашла еще в прошлом году на заседании правительства. Тогда чиновники пообещали ее смонтировать в июле этого года. Правда, сроки пришлось перенести больше, чем на месяц. Сегодня это уже, конечно, история. Но местные жители были изначально против возведения этой ледовой арены. Потому что раньше здесь был сквер с детской спортивной площадками. Впрочем, слушать их никто не стал. Зато самих жителей заставили возмущаться от шума холодильных установок. К счастью, мои окна выходят не на арену. Наши квартиры мы не слышим. Но очень много соседей жалуются, потому что большая часть дома все-таки окна туда располагаются, на арену. Шумно. Особенно ночью. Район у нас всегда был тихий, спокойный. Холодильная установка в спортивном комплексе работает круглосуточно. Не поспать, не просто отдохнуть. Еще два года назад замер шума в доме по улице Вторая линия показал децибелы выше предельных. 45 вместо 30. Любопытно, что проект ледовой арены «Айсберг» изначально не предусматривал звукоизоляцию холодильной установки. Никаких снипов, как говорится, привет технадзору. Жалобы рязанцы писали и в администрацию города, и в Роспотребнадзор. Пока эта история не дошла до губернатора летом прошлого года. Тогда чиновники пообещали все смонтировать в июле 2023-го. В сроки, правда, не уложились. Документацию разработали, вышли на торги в мае, но они не состоялись. Первые торги законтрактовались мы в конце июля. Срок поставки оборудования сложного 24 августа и по контракту завершение работы 30 сентября. Но подрядчик говорит о сроках 15 сентября. Шумоизоляционные защитные экраны ставят уже второй день. Говорят, скоро закончат. Раньше срока в контракте. В свое время поступила жалоба от жителей соседних домов, что от холодильной установки появился шум. Соответственно, были проведены определенные работы. Протокольное решение губернатора, чтобы устранить данное, скажем так, негативное влияние посторонних шумов. Был произведен предпроектный работой. Проект разработан. Ну и, соответственно, в данное время возводятся шумозащитные экраны. Планируем окончание, конец недели. Именно об этом докладывал губернатору и министр спорта Владислав Фролов. Но главное, что щиты все-таки поставят. И не как в русской пословице. Здесь обещанного местные жители ждали всего год. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В Центральном парке культуры и отдыха решали судьбу великовозрастного дуба. По некоторым прикидкам ему около 300 лет. Дирекция благоустройства города вместе с экологами считают дерево аварийным. Однако спиливать его еще рано. Шансы продлить жизнь пока есть. Рюмина-Роща – популярное место для прогулок. Всего на территории парка несколько десятков дубов, возраст которых перевалил уже за 100 лет. По оценкам специалистов, возраст этих дубов составляет от 120 до 150 лет. За исключением дуба остальные деревья в более лучшем состоянии. Какие-то чуть хуже, какие-то в очень хорошем состоянии. Но, тем не менее, на сегодняшний день у муниципальных служб вызывает опасение именно вот этот экземпляр, который мы наблюдаем в течение нескольких лет. Вот этому дубу по самым скромным подсчетам порядка 300 лет. В народе его даже прозвали патриархом. Но вот при ближайшем рассмотрении оказалось, что сердцевина дерева уже наполовину сгнившая. Несколько лет назад дерево пытались реанимировать и предотвратить дальнейшее разрушение. Но все попытки оказались тщетными. И прямо сейчас вопрос о дальнейшей судьбе дуба стоит особенно остро. Многие рязанцы и гости областного центра часто фотографируются рядом с этим памятником живой природы. Но, по словам экспертов, это вполне может быть опасно для жизни. То есть, первый момент. Мы просим дирекцию благоустройства города установить сигнальную ленту вокруг дуба и по возможности закрыть отверстие для доступа. Эти меры сегодня необходимы до проведения исследований. Для того, чтобы решить, насколько целесообразно и безопасно все-таки сохранять 300-летний дуб, придется проводить дорогостоящую экспертизу. Дерево аварийное, это уже по факту есть. Но если провести комплекс исследований с помощью приборов и по специальным методикам, можно доказать, что дерево, или, по крайней мере, уточнить, насколько оно жизнеспособно и как долго оно может простоять. К сожалению, здесь приходится констатировать факт, что бюджетными средствами вряд ли обойдемся. Здесь, наверное, все-таки нужно будет приглашать наших бизнесменов, которые помогут в этом деле. Пока же дерево решено оградить от людей специальной сигнальной лентой. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Касимовской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращениям медработников с личного приема межрайонного прокурора о нарушении трудовых прав. Установлено, что во время пандемии коронавируса при работе с пациентами медицинские работники заболевали ковидом наравне с ними. И заболевание влекло за собой временную нетрудоспособность, но в денежной компенсации это никак не выражалось. Прокуратура эту несправедливость устранила. Справка по результатам расследования страхового случая Касимовским межмуниципальным медицинским центром была направлена в Главное управление Рязанское отделение Фонда социального и пенсионного страхования Российской Федерации. По результатам рассмотрения представленных документов Рязанское отделение Фонда социального и пенсионного страхования Российской Федерации сообщило Касимовский межмуниципальный медицинский центр о том, что в связи с представлением комплектов оригиналов документов на сотрудников после 30 августа 2022 года отсутствует основания для рассмотрения вопроса о назначении им единовременной выплаты в размере 68 811 рублей. В связи с длительным нарушением прав медицинских работников Межрайонной прокуратурой в Касимовский районный суд направлено 13 исковых заявлений в интересах медицинских работников с требованием о признании случая заражения фельдшера коронавирусной инфекцией страховым и об обязании Рязанского отделения Фонда социального и пенсионного страхования Российской Федерации произвести единовременную страховую выплату в размере 68 811 рублей. 11 исковых заявлений на общую сумму 756 951 рубль удовлетворены, 2 находятся на рассмотрении. К началу Нового года в Рязанской области капитально отремонтировали 20 школ. Обновление затронуло учебные классы, общие помещения и инженерные системы. В преображении пространства уже не первый год участвуют социальные партнеры. Шефство над школами часто берут бизнес-структуры. Еще два обновленных кабинета получила 49-я школа к учебному году благодаря поддержке Рязанского завода битумных материалов «Газпромнефти». А это еще больше возможностей для развития навыков, раскрытия талантов детей и углубленной подготовки. В том году мы сделали три кабинета, в этом году мы сделали два кабинета, в одном из которых мы в настоящее время находимся. Это очень интересный кабинет, это новое образовательное пространство, очень креативное, очень нужное для детей. В этом кабинете проходит тестирование учащихся, в том числе функциональной грамотности и так далее. За 8 лет партнеры капитально отремонтировали и оснастили 14 школьных кабинетов, включая спортивные и актовые залы, библиотеку и раздевалку. Сделали все для того, чтобы учеба проходила в комфортных современных условиях. На сегодняшний день они выстроили так работу с городской администрацией, что очень большое количество кабинетов, холлов сделано именно в кооперации, будем так говорить. Это яркий пример сотрудничества бизнеса и образовательных учреждений. При этом партнерство школы и завода далеко не ограничено ремонтом кабинетов. Здесь и совместные субботники, высадка деревьев, экскурсии в Окский заповедник, а также сплава детей на лодках по малым рекам. Законношения со школой начались с 2015 года, когда мы помогли отремонтировать первый объект, это музей Великой Отечественной войны. Ну и вот на протяжении всего этого периода ежегодно компания «Госпромьев» в рамках программы «Родные города» оказывает помощь совместно с администрацией города в восстановлении структуры школы. «Родные города» – это программа социальных инвестиций «Газпромнефти», которая работает с 2012 года. Главная цель – повысить качество жизни в регионах. Желаю, чтобы вот этот тандем, который сложился здесь, шефы, которые не только помогают школе покупать оборудование, ремонтировать кабинеты, но и еще и детскому саду помогают здесь, чтобы вот этот тандем творчества бизнеса и социальной направленности наших учреждений оставался надолго. Пример такого социального партнерства предприятий и школы позволяет не только улучшить условия обучения, но и выводит образовательно-воспитательный процесс на новый качественный уровень, отвечающий всем современным требованиям. Кристина Бочкарева, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». С каждым годом профессии в индустрии красоты становится все больше бровист, мастер по маникюру или наращиванию ресниц. Самое старейшее среди них – это, конечно, парикмахерское искусство. Прическа – это способ выразить свой характер, индивидуальность и даже настроение. О том, какая стрижка и оттенок волос актуальны в этом сезоне, знают в салоне красоты «Вива». Виктор Баранов в парикмахерском искусстве уже больше 20 лет. За это время освоил абсолютно все тонкости обращения с волосами. В его салоне красоты мастера парикмахера каждый день стригут и красят тех, кто готов доверить свою внешность только профессионалам. Я бывал на чемпионате мира не раз. Стал чемпионом мира, серебряным призером чемпионата мира я стал. И как среди женских работ стрижек и окрашивания, так же и среди мужских работ я занял второе место в чемпионате мира. Поэтому для себя я определенную ступеньку уже закрыл. Теперь я преподаю. Виктор Баранов участвовать в чемпионатах больше не будет. Сейчас время передавать накопленный опыт молодым и креативным – тем, кто так же, как и он, творчески подходит к работе. Кстати, у чемпиона мира по парикмахерскому искусству и его учеников много постоянных клиентов, которые уже десятки лет выбирают только салон красоты «Виво». Я регулярно, раз в три недели, уже на протяжении 25 лет посещаю Виктора Баранова. Крашусь и стригусь. Он мне понравился тем, что он одним махом руки и волосы ложились. Вот просто что-то делал ножницами и ложилась прическа. И таким профессионализмом в индустрии красоты могут похвастаться все, кто работает в этом салоне. Кстати, здесь же принимают и мастера маникюра. Я работаю здесь давно, шестой год. Маникюром начала заниматься в декрете. Я пошла на курсы одни, вторые. Мне это понравилось. Мне понравилось работать с людьми, дарить им красоту. Главное – найти подход к человеку. Я думаю, у меня это получается, потому что клиенты возвращаются, приходят вновь, и никаких таких серьезных проблем у нас с ними нет. Все мастера салона «Виво» регулярно участвуют в конкурсах и всегда возвращаются с призовыми местами. Все это для того, чтобы повышать свои профессиональные навыки и следить за модными тенденциями в индустрии красоты. Если вы тоже хотите найти своего парикмахера и мастера по маникюру на долгие годы, сделать это можно по адресу улицы Есенина, 63. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Представитель Рязанского управления МЧС Виктор Тихий вошел в золотой список лучших лесных пожарных 2023 года. Девятый профессиональный конкурс России и Белоруссии лучший лесной пожарный прошел в Московской области. И наш представитель был там далеко не на последних ролях. В этом году конкурс, организованный Рослесхозом и Авиалесоохраной, продолжался четыре дня и включал три этапа. Спортивное многоборье, ориентирование в лесном массиве и преодоление полосы препятствий с имитацией лесных завалов, заболоченных участков, пересеченной местности. С демонстрацией умений использования основных ручных инструментов тушения лесных пожаров, ранцевого огнетушителя, бензопилы и мотопомпы. Намереваюсь в следующий год приехать, показать лучший результат, физо подтянуть. Не на вас особо? Ну, по мере сил возможностей. Скажите, как вы считаете, такие конкурсы нужны вообще? Нужно проводить? Обязательно, обязательно. А для чего? Даже не столько, кто лучше, не лучше. Обмен опытом. Строгой жюри внимательно оценивало не только скорость выполнения заданий, но и точность до мельчайших деталей. Сделал распил бревна с отступом хотя бы на миллиметр от разметки. Забыл в пылу борьбы залить воду в мотопомпу перед ее запуском. Сделал заступ за границу при работе с ранцевым огнетушителем. Не уложился в контрольное время хотя бы на секунду. Получил штрафные баллы. В состязании приняли участие прошедшие предварительный отбор парашютисты и десантники Федеральной авиалесоохраны, авиалесоохраны и наземных лесопожарных служб 21 региона от Дальнего Востока до Северо-Западных рубежей России и лесных служб регионов Белоруссии. Многие всю весну и все лето без перерыва тушили пожары в своих регионах и помогали коллегам в других точках страны. Ну, погоду. Думал, дождь будет. Самая погода пугала. Остальное вроде все нормально. А так все и такло. Все привычно. А что понравилось? Что понравилось? С мото-помпой работа. Не подвела? Да, не подвела. А если мы ждем, что самое трудное было в этом доме? Что самое трудное? На мой взгляд, самый первый день. Последний участник. Из подготовки. Нашего завершающего. Самое трудное. Ну, там выкладываешься по полной. Мероприятие выходит далеко за рамки лесной отрасли, ведь профессиональная, а значит эффективная борьба с лесными пожарами имеет неизмеримое значение. Для охраны окружающей среды в целом, а также безопасности населенных пунктов, объектов, экономики, в том числе стратегических. Каждый регион показывает своего самого сильного человека, а мы здесь, объединяя все усилия, выбираем уже из лучших лучших, хотя все они лучшие. В текущем году команды авиалесохраны и наземных лесных служб ликвидировали в 73 регионах страны более 10 тысяч лесных пожаров, сохранив от огня миллионы гектаров лесных территорий, сотни населенных пунктов и объектов экономики. Более 8 тысяч лесных пожаров, а это 74,5 процента, ликвидированы в первые сутки. В Рязанской области лесной фонд, который охватывает более 931 тысячи гектар и занимает более 23 процентов территории региона. В этом году лесопожарные службы пожлеса ликвидировали 21 лесной пожар. После турнира конкурсанты сразу разъезжаются по рабочим местам, ведь до конца сентября высокий риск пожаров сохраняется в 24 регионах России. Октябрь тоже спокойным не бывает. Фестиваль «Рязанские смотрины-2023» подошел к концу. 17 театров от 5 до 10 показов в день. Спектакли на разных языках. Все это охватило Рязань на несколько дней, превратив город в театральную столицу России. Коротко подведем итоги международного фестиваля. Ну что, дорогие друзья, вот, как сказать, последний день. Но фестиваль не закончен, потому что сделать надо еще самое главное. Надо его закрыть. Вот. И подобающим образом. 17 театров из разных уголков нашей страны и всей планеты на протяжении последних четырех дней играли на рязанских сценах. Это те, кто прошел тщательный отбор и по праву представляет срез современного кукольного искусства. Самое новое и самое интересное за последние два года. Настоящее открытие и прорывы. И так на протяжении 34 лет. Рязанские смотрины, ну, не могу сказать, что я был на первом, но на первых, по-моему, на третьем, что ли, я был. И это один из, ну, во-первых, если серьезно говорить, это один из крупнейших, уважаемых фестивалей, один из самых значимых. Это тот фестиваль, на который очень многие стремятся, но далеко не все попадают. 19 фестиваль прошел в атмосфере 19 века. Золотого века искусства. Несомненно, свой золотой век переживает сегодня и Рязанский театр кукол. Спектакли, которые гремят во всем кукольном мире. Фестиваль «Рязанские смотрины», давно ставший законодателем мод и знаком качества. Директор театра Константин Кириллов, начиная с этих сматрин, президент Международного союза УНИМа. А также школа-лаборатория для молодых артистов «Луна для всех одна». В этом году, кстати, спектакль ставила Анна Конан. Наверное, мне запомнится этот фестиваль количеством женских имен в афише. Потому что как-то незаметно, но тем не менее неумолимо молодые женщины-режиссеры захватили власть. Это в некотором смысле созвучно нашей первой премьере этого сезона «Гертруда, Дани, Краса и Королева» и этот, как его принц датский. Но тем не менее, мы видим в афише много спектаклей, не меньше половины, которые сделаны молодыми девушками, женщинами. И это очень достойные работы. За 34 года своего существования фестиваль охватил широчайшие в плане географии рамки. За исключением двух спектаклей удалось посмотреть все. Фестивальная программа была очень удачно сверстана. Интересно, что в этом году, так сказать, были такие отдаленные театры, как «Изнаходки», например. То есть, таким образом, фестиваль просто как бы сближает границы. И очень много новых лиц. С одной стороны, конечно, это печалит, потому что мэтры уходят. С другой стороны, очень радостно, что наше искусство продолжается. Кстати, уже сегодня, прямо после закрытия фестиваля, стартуют гастроли кукольного театра из Гродно, где трудится полюбившийся рязанскому зрителю Олег Жукшта. А со сматринами прощаемся на два года. В следующий раз они станут 20-ми юбилейными. И непременно откроют для всего мира новые имена. На этом у меня все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова